МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Персональный акцент. Столица Молдовы в эти дни принимает гостей Всемирного конгресса семей. По инициативе главы государства Игоря Дадона и при поддержке президента благотворительного фонда первой леди Галины Дадон Дин Суфлет, американская организация Всемирный конгресс семей и международная организация по вопросам семьи решила провести очередной ежегодный конгресс в Кишиневе. В этом мероприятии приняли участие представители более чем 50 стран мира. В нашей студии представитель Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству сенатор Елена Борисовна Мизулина. Здравствуйте! Добрый день! Елена Борисовна, сегодня в Кишиневе стартовал Конгресс, Всемирный конгресс семей, впервые проходит в нашей столице. Внимание практически всех средств массовой информации Молдовы и не только. Много гостей за рубежом. Моих коллег приехало приковано это внимание к событию. И вы, как один из его участников, на ваш взгляд, вот ваше первое впечатление, прежде всего, хотелось бы узнать первое впечатление от того, как проходит первый день Конгресса. И ваше мнение, почему так важно его проведение? Насколько важны те цели, те задачи, которые ставят перед собой участники, организаторы этого Конгресса? Спасибо. Первое, относительно впечатление, очень хорошее впечатление. Просто на высочайшем уровне, фактически начало, совершенно замечательное представление, в котором участвовали реальные семьи, реальные дети, очень трогательное. Я назвала бы даже это гимн семье, естественной, традиционной семье. Это что-то, это прямо скажу, что никакой другой пропаганды не надо. Традиционной, естественной семье, достаточно увидеть то, что мы сегодня имели удовольствие наблюдать. Очень хороший состав участников, интересные выступления, представительные, действительно. Вообще, в Всемирной Конгрессе семьи очень большое количество собирают сторонников из всех стран. И в Молдавии в данном случае очень-очень большое представительство. Так что я могу вам сказать, наши делегации очень интересные. У нас большая делегация приехала из России, представители общественных организаций, власти и духовенства. Где-то, по-моему, 25 человек, что-то много. В разных секциях они принимают участие, интересные люди, идейные. Что же касается самого Всемирного Конгресса семей, я скажу, что это замечательная организация. И эта организация будет усиливать свое влияние в мире. Она очень нужна. Она появилась в 90-х годах. Сегодня о ее истории как раз говорилось. Я скажу, что в 90-х годах, 95-й год, мне, например, не была очевидна та проблема, о которой мы столкнулись буквально в последние 10 лет, особенно в последние 7 лет, где-то вот так. Это стало очевидно, когда активно и агрессивно даже стало навязываться ценности, как их называют участники, организаторы Всемирного Конгресса семей, антисемейные ценности. А я бы назвала еще антисемейные ценности, это еще и античеловеческие ценности. Потому что вместо того, чтобы пропагандировать и защищать семью, как союз мужчины и женщины, потому что только этот союз, только любовь мужчины и женщины способна вести к рождению ребенка, естественным путем к рождению ребенка, к счастью, к благополучию и вообще к продолжению человечества. Давайте не будем забывать, что естественная, традиционная семья, ничего другого для счастья и любви не было изобретено человечеству на протяжении многих тысячелетий, десятков тысячелетий. Ну вот историки спорят, сколько на самом деле человечеству лет на Земле, но в основе всегда была традиционная семья, и ребенок рождался именно от союза мужчины и женщины. Никакие биотехнологии, никакие расчеты, они не смогут заменить тот процесс зачатия и рождения, где эмоциональное, даже некоторое чудо, которое присутствует в зарождении ребенка, потому что недостаточно супругам, ну, мужчине и женщине хотеть ребенка, это еще должно получиться. И вот это чудо зачатия, рождение, эмоциональный заряд, любовь, которая порождает такого рода чудо, это нельзя сбрасывать, это и дает, кстати, наверное, физическую силу, эмоциональную, духовную потом ребенку. Так что, или фактически эти ценности не пропагандируются, считается неприличным, если ты говоришь, что ты выступаешь за традиционную семью, ну, или естественную, так предлагает Всемирный конгресс семей, потому что в языках разных народов по-разному переводится традиционная, ну, например, на русском языке традиционная, это и есть естественная семья, потому что в нашем понимании традиция — это устойчивость, это постоянство, это то, что люди выбирают даже независимо от законов, они выбирают союз мужчины и женщины, как то, что приносит счастье, личную свободу дает, рождение ребенка, воспитание совместное ребенка. Поэтому, конечно, это традиционная естественная семья, это, как правило, брак, потому что когда семья состоит в браке, это устойчивый союз, это очень важно особенно для женщины, для матери, для детей. Это не отказ от рождения ребенка, когда женщина забеременела, а наоборот, выбор в пользу рождения ребенка. Потому что, опять же, еще раз, если бы только зависело от человека, хочу рожаю, хочу беременную, хочу не беременную, тогда бы был выбор рожаю, не рожаю. Но не зависит только от человека возможность забеременеть. И, коль скоро такое чудо состоялось, то, конечно, рождение ребенка – это то, фактически, единственное, что должно следовать за актом беременности. Но пропаганда, навязывание людям абортов, фактически оправдание абортов, а это, по большому счету, ничто иное, ведь как убийство. И я сегодня об этом и говорила, в частности, что вы когда-нибудь видели счастливой женщину, которая сделала аборт, или дел идет на аборт. Никогда, это невозможно. То есть, а все-таки семья и вот общечеловеческие ценности, семейные ценности, и святость материнства, и святость отцовства, и союз мужчины и женщины, и рождение и воспитание детей – это все то, что позитивно, что дает людям почувствовать себя сильными, любовь, счастье. А вот антиценности – отказ от союза, непонятно, на чем основана любовь, непонятно кому, бесполость родителей, или вот, например, пропаганда, или как бы оправдание абортов. Я уже не говорю про биотехнологии, суррогатное материнство. Я считаю, что мы ЭКО, экстракорпоральное плодотворение, фактически ребенок из пробирки. Я могу вам сказать, это только даже боюсь себе представить, что испытает, например, ребенок, особенно уже понимающий, или даже взрослым человеком, узнав, что он, например, из пробирки. Это же огромная трагедия. И нам об этом рассказывали, в том числе и те на Западе, дети, которые уже выросли, они фактически создают такого рода сообщество, потому что, чувствуя себя, неважно, что они, может, и в семье, но они как бы не знают о своем генетическом происхождении. То есть таких достаточно много. Это очень опасно. Потому что у человека, понимаете, у такого человека, ведь что дает семья? Она дает вечность. Она дает связь поколений. Ты знаешь, кто, или во всяком случае пытаешься узнать, кто был прапрадеды, как складывалась их жизнь, где они ходили. Соответственно, ты, рожая своих детей и внуков, ты как бы продолжаешь это поколение, и у человека внутри гармония, в душе. А если ты не знаешь, кто ты, откуда, кто были твои предки, что с ними произошло, то у тебя нет... Это чувство одиночества внутри. Отсюда это несчастье, комплекс неполноценности. А человек рожден, чтобы быть счастливым, быть любимым, любить. Это дает семья, но традиционная, естественная семья. И не случайно, обратите внимание, ведь сегодня и те, кто стояли у истоков создания Всемирного конгресса семей, ведь они говорят, что это фактически была реакция на то, что началось нашествие фактически антисемейных, античеловеческих ценностей, причем их навязывание, агрессивное навязывание. И опять же, обратите внимание, вот большинство людей, конечно, живут в естественной семье, ну, естественной семьей, традиционной семьей. Но скажите, это принято у нас было, чтобы везде пропагандировать, что вот у нас союз, мы любим друг друга, какие-то нам нужны решения внешние рожать, не рожать детей. В естественной семье все просто, там не нужна пропаганда, вы не мешайте, дайте условия, чтобы можно было воспитывать такое количество детей, какое мы хотим родить, воспитать. Никаких внешних добро на рождение ребенка в семейном союзе естественном не нужно. И пропаганды никогда не было. И вдруг мы сталкиваемся с тем, что нам активно начинают навязывать, что вот вы-то как раз какие-то мракобесные, отсталые, вы люди прошлого, а настоящие, это вот как раз никаких полов, вот все там, не знаю, какие, никаких союзов. Отказ от традиционных ценностей, отношений. Отказ, конечно, что фактически... Более того, демонстрация своей нетрадиционности. Конечно, не просто нетрадиционности, а как некоторого преимущества даже. И пропаганда именно как семьи будущего. Но сразу возникает вопрос. Но смотрите, если много тысяч лет, вот нам ничего даже не надо доказывать естественникам, до сих пор человечество развивалось и подошло к тому пути, к тому уровню развития, который у нас сейчас, за счет естественной семьи. Что предлагают наши оппоненты? Они говорят, эта семья отжила, мы теперь вот этими браками, где не имеет значения мужчина, женщина и так далее. Но все равно они стремятся к семье. Просто что предлагают? Естественную семью мы выкинем. Ну, в лучшем случае она будет использоваться как способ производства детей для всех других семей, которые как захотят, так и будут жить. Но опять же в обществе это будет состоять из семей, только нетрадиционных. Но извините, а там будет счастливым человек? Там будут счастливыми дети? Будут ли они в любви? Ведь нельзя не обратить внимание, что нетрадиционная семья, в отличие от традиционной, она не свободна. Там личной свободы нет. Вот опять же, если в союз мужчины и женщины вы сами решаете, вступаете в брак, основанной на любви, на привязанности, физической, эмоциональной, вы сами принимаете решение о рождении ребенка, а никто вам третий не нужны, то в той семье все иначе. Во-первых, нужны какие-то биотехнологии или какие-то несчастные семьи, откуда ребенка можно было бы забрать, или суррогатная мать. То есть появляется ряд третьих лиц, от которых зависимы нетрадиционная семья, от биотехнологий различных, плюс они еще хотят признания, чтобы их кругом признавали, кругом говорили, какие вы выдающиеся, какие вы замечательные, ставили в один ранг. А как можно поставить в один ранг? Они не способны воспроизводить человека. То есть они зависимы от очень многих факторов. То есть это уязвимая семья изначально. Будет ли стабильным мир? Будет ли он иметь право на существование? А не будут ли те, от кого зависит вот эта нетрадиционная семья? Не будут ли они манипулировать такого рода семьями? И, соответственно, определять, этой семье быть, этой не быть. То есть фактически мы же толкаем человечество в некоторую новую систему рабства и деления на тех, кто только будут использоваться как способ воспроизводства, а кто-то, кто будет обеспечивать себе свои хотелки, скажем так, такую семью, а не другую. Но и не говоря уже о том, что, конечно, можно было бы даже в таком контексте обсуждать, если бы в основе человеческой жизни были расчеты и технологии. Но человек не будет от этого счастлив. Он не будет. Невозможно только все рационализировать. Все-таки любовь, вот этот вот эмоциональный порыв, дух, вот то, что именно союз мужчины и женщины дает. Вот это ощущение, что в тебе ребенок начат, что мужчина, который может притронуться вот к животу своей половинки, где вынашивается ребенок, ощущать это тепло, быть сопричастным, ну, это неповторимые, неповторимые вещи. Они зарождаются в этом союзе. Ну, невозможно ничего другого и очень опасно. Я, кстати, выступая на одном из, на одной из конференций еще в Москве, я как-то обратила внимание, я говорю, вы посмотрите, вот, например, экстракорпоральное оплодотворение и суррогатное материнство, они ведь могут представлять очень большую опасность. Поэтому надо осторожно и надо обратить на те страны, например, на тот же Израиль, как аккуратно они даже допускают такого рода нормы, сколько ограничений, потому что это может грозить человечеству очень серьезными издержками, как атомная бомба. И посмотрите, атомная бомба, ведь человечество договорилось, что в военных целях не применяем, а в мирной давайте атомной электростанции, там еще что-то. Это позитивно. Почему? Потому что если не запретить вот тот вид атомной энергии, который разрушит всю Землю, то, вы понимаете, у нас ничего не останется, у человечества нет будущего. Вот применительно по всем генетическим опытам и биологическим, биотехнологиям вот такую же опасность предоставляет вот это оплодотворение в пробирке. Суррогатная мать, то есть пересадка такого плода вообще в другую женщину. Вы представляете, что происходит в ребеночке, вот в этом зародыше, когда он из биоклеток одних людей переносится в организм, а 9 месяцев он питается через кровь суррогатной матери. То есть там полностью меняется как бы генетический код на это время. То есть вот эти ощущения эмоциональные, он в ее теле, потом его оттуда вынимают и отдают третьим, а ведь сегодня уже даже известно, что даже голос он слышит ребенок, тот голос, с которым разговаривает мать, а вот он рождается и получает другой голос другой женщины. Понимаете, это сколько же стрессов у ребенка, это очень много вещей, которые нерациональны, они на уровне эмоциональных связей, а это очень сильно, или духовных, как говорят, а духовная составляющая, она может вылечивать, она может силу невероятную давать, и это нельзя сбрасывать со счетов. Из-за этого Всемирный Конгресс выступает, что эти вечные ценности, их надо беречь. Мы не за то, чтобы уничтожать там всех других, нет, они сами по себе развиваются, мы не будем там их уничтожать, это не наше, я вот сегодня говорила, не надо даже, не надо идти на споры с ними, отвечать на их гадости, ложь, откровенную ложь, шельмование, потому что у них единственный способ взять всех, обелить, всех очернить, чтобы люди не верили, вот нам, например, да, потому что я же с очень многими тоже общаюсь, и это прямое общение самое лучшее доказательство, кто тут нормальный, кто ненормальный. Так вот, они пытаются ошельмовать, у них это единственный способ, это их, на их совести, это их проблемы, нам не надо на это отвечать, нам надо продвигать и самим ростом числа счастливых семей, естественных семей, счастьем от рождения детей, от семейного благополучия, вот мы чем можем доказывать и продвигать наши ценности. Конечно, вот такие конгрессы, я считаю, обязательно нужны, потому что они нам позволяют всем, ведь это очень трудно держать эту осаду, я могу вам сказать, эмоциональную, когда тебя шельмуют, говорят, ты там мракобес и все прочее, это не все могут выдержать, ну, человек все-таки не каждый так силен эмоционально, особенно неверующий, если верующий, ему проще, вера дает огромную силу, вот, но в том числе и такие конгрессы, потому что мы видим друг друга, мы слышим друг друга, мы ощущаем эмоционально, мы как бы на одной эмоциональной волне, и это придает очень большую силу, вот эта эмоциональная энергетика, духовная энергетика, это невероятная вещь, я много раз по жизни в этом убеждалась, и в парламенте, да, можно к вечеру устать от вот этого всего шельмования и думать, что все, уже сил нет, а утром уже все хорошо, особенно когда и образ рядом, икона, ну и семья, это, конечно, это самое главное в политике, если нет у тебя хорошей, прочной семьи, традиционной семьи, потому что она неуязвимая, стабильная, да, ну и везде, в любой профессии, я думаю, в любой, ну тут, ну счастье ты обретаешь здесь, и вот нетрадиционные поэтому и стремятся к семье, они этим признают, что семья дает счастье, только они хотят, чтобы все признавали, что они ничем не отличаются, но это невозможно, но ведь, смотрите, настоящая семья, это чувство ответственности, прежде всего, а вот семьи тогда, назовем их так, искусственные, которые формируют представители нетрадиционных меньшинств, они же могут себе позволить взять ответственность за ребенка, если в какой-то момент не получилось воспитание, отказаться, то есть мне кажется, здесь уход от ответственности, как раз от той человеческой ответственности, за продолжение рода, за то, чтобы сохранить традиции, как духовные, так и нет. Абсолютно, даже добавить нечего, именно так. Именно так. Да, Елена Борисовна, ну вот для вас лично, что семья, отчасти, наверное, уже ответ прозвучал, конечно же, но все-таки, какие семейные ценности вам прививали с детства, что удалось сохранить и привнести вот в ту семью, в которой вы сегодня живете, и что удалось дать своим детям? Я росла в многодетной семье, у нас никогда не было ни у никого разводов, я уже скажу, что уже, наверное, так вот только разве вот у одного из племянников получился развод, но сейчас опять крепкая семья, то есть вот многодетная семья, у всех были многодетные семьи, всегда брак один на всю жизнь, я так воспитывалась, и мама с папой у меня также жили, то есть мы все, и я на это была настроена, более того, то есть мы с мужем больше сорока лет вместе, у нас студенческий брак, я не представляю себе без него, я его очень люблю, так же, как он меня, если меня спросят, вот, и семья дает силу, вот придешь, вот могут все где-то от тебя отвернуться, или не до тебя, в семье у меня всегда есть поддержка, и я знаю, что это так, я сюда могу прийти, быть сама собой, и слабой, и несильной, и всякой, ну, я не знаю, счастье и радость, это именно дает энергетику, энергетику дает именно семья, всегда все хорошо, нет, я, наверное, слукавила бы, если бы сказала, что у нас не было тоже всяких периодов в семье, как за такой длинный период жизни, но мы все просто решали всегда вместе, и для меня, например, всегда было святым то, что отец, глава семьи в нашей семье, у меня главный это муж, что для детей, он безусловный авторитет, что мужчину нельзя никогда унижать, никогда, ну, я, мне нравятся умные мужчины, мой муж очень умный мужчина, но, поэтому, мне, конечно, очень легко признавать его первенство, и, потому что он очень умный, очень многое ей помогает, но, я считаю, что, вот, неосторожное слово, грубое слово в адрес мужчины, мужчины в этом смысле уязвимы, мы женщины меньше, нас не надо, конечно, я не хотела бы сказать, что нас можно ругать женщин, нет, но как-то женщины это переносят легче, у них самолюбие не настолько уязвимое, как у мужчин, мужчины очень болезненные, поэтому сразу в драку могут полезть, не в семье, а даже вот вне, а уж и в семье могут, но это не к моему мужу, у нас это никогда не приветствовалось, ну, нельзя забывать, что у меня муж тоже ученый, философ, политолог, и у нас образование, книги, сейчас и интернет тоже, и вот это интеллектуальное, и дискуссии, все это основа нашей семейной жизни, и у детей тоже самое, то есть это очень во многом сплачивает, хотя вроде немножко разные профессии, но базовые одинаковые у нас, юридическое образование, так что уважение к отцу, и более того, скажу, даже если так получилось, что развод, я считаю, что от женщины это зависит, поддерживать очень хороший имидж мужчины, даже если он может быть и очень неприличный, потому что потом это дети должны знать, что у них все равно самый лучший папа и мама, и даже если развод получился, так случилось, но вот сохраняются отношения, и папа самый лучший, потому что рано или поздно у ребенка возникает к маме неприятие, это все психологи фиксируют, потому что если папа такой гад, извините, ты чего от него меня рожала, зачем ты за него замуж выходила и вообще с ним связывалась, и переходит эта ненависть на маму зачастую еще больше, чем на отца, поэтому умные женщины, они всегда будут поддерживать и дорожить авторитетом своего супруга, как бы ни сложились и, к сожалению, взаимоотношения, я знаю много таких вот именно стойческих примеров матерей, это тоже очень важно, поэтому в семье трудности, да, но как настроишься, и мелочи, конечно, особенно в первые годы жизни, вот пять лет, очень часто, кстати, браки, неустойчивые, больше всего в первые пять лет, потому что начали жить вместе, вдруг что-то увидели, что у вас не было в вашей жизни, зубную пасту не закрывает, тапки там где-то бросил, но это же мелочи, было у меня такое, да, но я как бы у себя, я не именно эти примеры, ну вот наши там моменты, а я себе думаю, а вот что, для себя вот садилась и размышляла, значит, вот это приятно, нет, а он, а без него я не могу, я его люблю, так это мелочь, конечно, это мелочь, и когда ты себе даешь установку, что это такая мелочь, все, потом и пасту будешь бесконечно уже на автомате закручивать, этому не придавать никакого значения, то есть просто нужно в семье преодолевать эти трудности, еще раз для себя внутренне осмыслить, это для тебя преодолимо, что важнее, вот твой любимый человек, которого когда-то вот судьба свела, и ты в него очень сильно влюбилась, и он в тебя, у вас дети прекрасные, и преодоление этой трудности, или же вот эти всякие мелочи, которых по жизни бывает много, но это искушение, это своеобразное искушение, которое Всевышний посылает нам. Испытание для того, чтобы проверить чувства. Да, а вот с возрастом, вот сейчас я могу сказать, я там, когда спрашивают, почему так выглядим, почему иначе, так потому что у нас впереди много будущего, мы вместе, нам друг с другом очень хорошо, интересно, мы уверены в этом будущем, потому что мы вместе, мы знаем, что тут никакого непредательства, ничего не будет, это самый дорогой, близкий человек, но этот приходит с годами, с годами, через разные испытания, поэтому старость, это очень уязвимый период человека, но когда ты подходишь к этому рубежу с близким человеком, которым ты всю жизнь преодолел многие трудности, ни один пуд соли съел, вы понимаете, это все не страшно, а даже наоборот, какой-то новый период, он интересен, интересно, как его пройдем, то есть всегда впереди много мечтаний будущего, и это дает семья, вот такая хорошая семья. Елена Борисовна, вы известны как автор целого ряда законопроектов, законодательных инициатив по борьбе с формированием позитивного представления о гомосексуализме, в частности, триумфально. Нет, 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 позитивного формирования гомосексуализма нет, 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 по борьбе с позитивным. И по борьбе с позитивным нет, 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 это не точные комментарии, ничего подобного нет. Речь идет об ограничении пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей, это принципиальный момент, это принципиальный момент, потому что позитивный образ, они пусть там формируют, мы это у себя, и взрослые, и там в каких-то своих сообществах, это дело взрослого человека. Вообще жизнь взрослого человека, это его дело, мы туда не вмешиваемся. Но когда речь идет о детях, а сексуальные отношения, извините, это достаточно сложные отношения, уж их нельзя в любом возрасте ребенку навязывать. Я все время в этом отношении привожу вот пример относительно даже еды, питания, рациона, новорожденному ребенку. Вот взрослые любят там шашлык, там еще манты, пельмени, да, но вы дайте этому новорожденному, он погибнет, он может погибнуть от такой еды. Мы не случайно в рацион ребенку постепенно вводим еду материальную, да, с тем, если мы хотим, чтобы он был жив, здоров, гармоничен. А информационная, вот эта информация, идея, это не менее опасно. Это, извините, со времен Платона известно, что все, что в жизни происходит, чувственного, ощущаемого, человек все воспринимает через идею. Поэтому вот эта информация, идея, когда мы уравниваем нетрадиционные отношения сексуальные и традиционные, ребенок еще традиционного то не знает, ему еще до этого, его ум не должен этим омрачаться. Это самый страшный ранний вброс вот этой сексуальной информации ребенка, потому что она схватывает его, он перестает развиваться, а он должен быть чистым. Солнце, цветы, вот он должен идти через это, чтобы познать себя, познать мир, постепенно познавая мир. Тогда он будет гармоничной личностью, а он еще у нас, извините, в младенческом возрасте, а ему начинают секс-просвет навязывать и еще пропагандировать какие-то отношения, которые ему вообще он не слыхом не слыхивал. Поэтому это очень опасно. Мы нарушим развитие, гармоничное развитие личности, так что это очень важный момент. Вот именно ограничение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, как и традиционных. У нас, кстати, и традиционные сексуальные отношения тоже по закону защиты детей от информации, они ограничены. Там с 16 лет, до 16 лет нельзя, там тоже в определенной форме только возможно это распространение такой информации, а нетрадиционных, не раньше 18. Ну это очень здорово, на ваш взгляд, потому что вот сегодня Молдова живет в условиях, когда принимается закон о равенстве шансов, когда, в общем-то, никто никогда не уменьшал шансы представителей нетрадиционных, так сказать, групп людей. Тем не менее, потребовался такой закон. Мы со страхом ожидаем, допустим, я имею в виду, мы настоящей семьи переживаем. Если вдруг, например, в учебных дисциплинах появятся предметы, где будет как раз, вот как по примеру западных стран, детей будут обучать или рассказывать о том, как происходит социальный контакт. Уроки толерантности. Да, так называемые уроки толерантности. И я понимаю, что надо будет как-то, ну не знаю, участвовать во всем этом, либо пытаться ограничить ребенка в получении такой информации, либо мы, как люди по-граждански активные, пытаемся воспрепятствовать вот этому, вот этой интервенции, совершенно ненужной интервенции в разум детей. И, конечно, нам импонирует вот такая точка зрения, которую вы демонстрируете, нам понятно и приятно то, что вот в Российской Федерации существует закон, который ограничивает вот такую пропаганду. Да, нам хватило и парламенту. Хватило духовных сил и разума, чтобы защитить наших детей. Да, нам хватило. И силы единения, потому что все, все фракции голосовали. И все же вот такой вопрос задам, ну как бы, как бы оппонируя себе и вам, будем так говорить. вот если мы видим такой вот вызов угрозы в адрес традиционных семейных ценностей, которые разрушают семью, такая экспансия других, так называемых, других ценностей, ну возможно, само общество способно противостоять этому. или же надо создавать какую-то, ну не знаю, подпорку в виде законов, в виде каких-то укладов для того, чтобы удержать семейные ценности, традиции, удержать в форме существования, чтобы не уходить в меньшинство. Ведь я позволю себе такой пример. Буквально два или три года назад я натолкнулся на заметку во французском журнале о том, что была арестована семейная пара, которая вышла на одной из центральных площадей Парижа в футболках, где были нарисованы там мужская фигура, женская фигура и ребенок. И, говорит, мы традиционная семья. Они были арестованы за пропаганду традиционных ценностей. У них даже была огромная акция, но мы, значит, общались и с французскими организациями общественными, но могу вам сказать, да, они тогда прозевали этот закон. Огромные протестные акции, но уже после того, как приняли этот закон, действительно, такого рода факты были, о которых вы говорите, даже еще хуже. Но в муниципалитетах, тогда наша делегация парламентская в Думе, мы еще ездили и общались с муниципалитетами, и нам фактически все говорили, что мы это не допустим, это Франция этого не будет, но при этом признавали, что да, они прозевали такого рода закон, но это естественно. Большинство, оно всегда долго спит, но оно же, большинство, его много, и также ведь мы чуть было не прозевали, нас много, нам как бы вроде бороться и агрессивно выступать против вот тех, кто навязывает такого рода идеологию меньшинства, ну, а что, ну, пусть порезвятся, а вот порезвятся, обернулось законом, а потом еще и в судах ничего не добьешься. Но, поэтому сейчас, конечно, я не думаю, что молдавское общество в большинстве своем за такого рода законы, поэтому оно может на своих депутатов, за которых они голосовали, политические партии, за которые они голосовали, они могут требовать, чтобы те не допускали принятия такого закона. Но обратите внимание, в начале этого года была большая конференция, ее проводил Всемирный Конгресс Семей, которая была посвящена теме семейного воспитания. Именно такого рода навязывание агрессивное в школах пропаганды и фактически развращение детей привело к тому, что растет, просто резко растет число детей по всему миру, которые находятся на семейном образовании, семейное образование. И это, опять же, реакция... Чтобы защитить ребенка, чтобы защитить ребенка, это реакция родителей, хороших, ответственных, добросовестных родителей на такого рода насилие. Потому что этот закон, вот если его сейчас будут навязывать, это закон насилия над семьями. Понимаете, я вообще не понимаю эту логику, когда нам говорят, что это вот мы их ограничиваем и дискриминируем, вот тех, кто там за всякое однополое, да, а как в обратном отношении? Если вы хотите так жить, живите себе, вас же никто не запрещает, вам никто этого не мешает делать. Живите там себе в своем кругу и размножайтесь, как можете, но вы же навязываете большинству свои стереотипы счастья, а мы знаем, что это не так. Поэтому это насилие еще в большей мере, потому что это разрушение естества человеческого, это грозит просто вымиранием человечества. Поэтому надо, очевидно, совершенно, и вот это наступление, агрессивность, с которым нам так навязываются, вбиваются, насильственно навязываются такого рода ценности, фактически приводит к одному, что мы должны тоже уметь защищаться и защищать устои естественной традиционной семьи, наши нравственные устои, как мы видим процесс воспитания и взросления ребенка, это тоже наше право, естественное право, не менее, чем тех, кто нас обвиняет в гомофобии или еще в чем-то. А там не гетерофобия, тогда у них гетерофобия. Скажите, чем гетерофобия отличается от гомофобии? Я вам скажу, гетерофобия как раз это разрушение человеческого существа, потому что другим-то способом, кроме как союз мужчины и женщины, вы ребенка-то родить не сможете и зачать не сможете. И даже в пробирке все равно нужен материал и тот, и другой. Как раз наши оппоненты утверждают, что, вы знаете, мы сами сумеем предложить формулу счастья вот такому будущему поколению. Себе пусть предлагают. Не надо будущему поколению, не надо будущее поколение лишать того восторга и счастья, которое дает любовь мужчины и женщины по отношению друг к другу. И все, кто это испытал, все знают, это шикарно. Если у кого-то из мужчин или у женщин не получилось найти вторую пару, не надо всем свои стереотипы счастья, несчастье навязывать. Понимаете, это неправильно, это убого, это вот как раз убого. Этого делать не надо. Взрослые люди, опять же, они могут выбирать свой мир, свой образ жизни, свой способ жизни. Не надо его переносить на всех остальных и тем более на детей. Детям надо дать возможность вырасти, постепенно осваивая этот мир, гармоничный мир, так как он в общем-то развивался по всей истории человечества и никак иначе. Елена Борисовна, у нас не так давно проходили достаточно активно обсуждения вот такого понятия, как ювенальная юстиция. Есть уже страны, где ювенальная юстиция давно существует, давно, и общество живет по законам этой ювенальной юстиции. Вот ваш анализ этого явления, если вы интересовались, насколько она вам знакома, и вот насколько, на ваш взгляд, оно разрушительно для института семьи? Вы знаете, это все рука об руку, все нетрадиционные ценности, ювенальная юстиция, которая, это тоже западная модель, она навязывается, и причем, прежде всего, навязывается вот странами бывшего Советского Союза, в ряде европейских стран, где-то прижилась, где-то не прижилась, но навязывается. Это все тесно связано с разрушением естественной семьи, потому что ювенальная юстиция, в чем ее опасность? Это фактически отрицание семьи, естественной семьи, как место, где ребенок прежде всего может быть счастлив, то есть, как то место, где ребенок родился, и кровная семья, родная семья, где он должен воспитываться и расти в этой естественной среде. Но, а что взамен? А взамен создание как раз среды, где ребенок без родителей и вне родителей. Это вот система ювенальной юстиции, она позволяет изымать ребенка из естественной скромной семьи, помещать в детские дома, в приемные семьи, то есть, или замещающие семьи, как их принято называть. И там ребенок будет воспитываться профессионалами, психологами и так далее. Считается, что это будет лучшее условие для ребенка, чем та семья, в которой он родился и где, по идее, должен был бы воспитываться и взрослеть. То есть, это грубый, прямой способ вмешательства в естественную семью, признание или недооценка роли естественной семьи в формировании личности. Фактически, ювенальная юстиция, опять же, воспитание ребенка в его взрослении отрицает вот этот эмоциональный фактор. Кровное родство ребенка и родителей, когда на интуитивном уровне передается, то есть, как бы, есть вот это доверие между родителями и детьми, между старшими членами семьи, дедушкой и бабушкой, где даже можно без слов, только само поведение, степень доверия очень высока в силу кровного родства. Соответственно, вот эта эмоциональная связь, передача образцов поведения, по фотоальбомам, рассказанным о прошлом, то есть, это впитывает ребенок с кровью, вот это эмоциональное ощущение, воспоминания детства, образцы поведения, фактически это отрицается, вот он изымается, переносится в новую семью, там куда-то, где-то распределяется, где ему с чистого листа навязывают свои образцы поведения. Фактически, дети, благодаря этой системе ювенальной юстиции, становятся детьми безрода и племени. У них нет памяти прошлого, а значит, нет у них и будущего, в этом риске. У этих детей очень много может быть комплексов. Конечно, новая семья может это преодолеть, но если у ребенка есть, хоть что-то в памяти запечатлилось и периодически всплывает, иногда он не может объяснить по его кровной семье, то у этого ребенка может очень много быть проблем, потому что это будет периодически, это же его будет мучить. Если нет ничего с чистого листа, если он когда-то знает, что он неродной ребенок, у этих родителей, у него очень много возникнет вопросов, очень много, жизнь показывает очень много. хорошо относились и очень его любили, возможно, все эти контакты останутся, но он все равно попытается найти своих кровных родителей, установить, кто он, как он появился, откуда, что у него там скрыто в его, в генетической памяти их рода. Это для человека очень важно, для любого. Ну, возьмите себя, пообщайтесь с других, спросите. Это важно. И это особенно, когда у нас это все есть, вот в естественной семье, там многопоколенная семья, все общаемся, об этом не задумываешься. А когда этого нет, там немного приходилось общаться с детьми-сиротами и искусственными или социальными сиротами. У них это вопрос. Очень серьезный. И он так, они так на нем зависают, что могут быть непредсказуемые последствия. Это в любом случае их гложет. То есть они не могут быть полностью раскованными и счастливыми, потому что им это надо знать. И очень сложно их в чем-то здесь обвинять. Это их право. На протяжении вот наверное последних двух веков, так скажем, мне кажется, институт семьи вот на территории Евразии, ну скажем, так сказать, Советского Союза, на территории то, что сегодня называется с дружеством независимых государств, преодолевало разные этапы. Ведь не секрет. Я, например, вырос в семье, которая состоит из мама с Кубани, отец из польского села. Смешанная. Да. И вот они нашли друг друга здесь в Молдавии. Создалась семья. И, к сожалению, мои родители уже ушли, но тем не менее они прожили вот весь свой, то есть прожили вместе эту жизнь. И я хочу сказать, что будучи ребенком, я интересовался, конечно, корнями. Я обратил внимание, вот уже сейчас, уже повзрослев, обратил внимание, что, ну, как бы сказать, конечно, делились, рассказывали, но не так активно, например, когда, как это происходило, когда вот читаешь классику и там понимаешь, что, допустим, да, вот из такого-то рода и до какого-то там пока колена известно, откуда произошла, произошел тот или иной род, та или иная семья. Вот у меня возник такой вопрос, а почему советские люди, я по большей части еще родом оттуда, как-то, в общем-то, не сумели сохранить или, может быть, ну, не ставилась такая задача, может быть, это не являлось как бы такой семейной ценности, а может, из-за того, что приходилось преодолевать такое количество огромных трудностей, не сумели вот сохранить эту цепочку поколений. Вот это такой вопрос. И вот что сегодня, вот среднестатистическая семья вот в 21 веке? Спасибо за вопрос. Это очень вот первый вопрос относительно того, что прервались многие семейные истории во время Великой Октябрьской революции, период большевизма. Это огромная трагедия российского народа и всех народов, которые тогда населяли Россию. Огромная. Я могу сказать, что сейчас вообще-то бум в России, бум восстановления страниц, ну, как бы, своей истории до 17-го года. Потому что вот в нашей семье мы не знаем, где могила. Я даже не знаю, где могила. Только по одной линии сейчас удалось найти по некоторым... Это очень интересная, кстати, история нашего. Вот мы по одной линии дошли до 18-го века, вот по моему деду, по прапрадеду. Но по всем остальным там еще очень много всего темного. Это копать, копать. Может быть, и последующее поколение только нашей семьи восстановят. Но это, знаете, как интересно. Через это восстанавливаешь, что было в этом крае, в этой стране, что тогда происходило, в этой местности. То есть это на самом деле... Очень жаль, что история была прервана. Она была прервана искусственно. Это был большой первый удар по вот этой стабильности института семьи. И более того, я изучала историю законодательства семейного, российского. И для меня в свое время у меня и докторские диссертации все были посвящены вопросам правосудия еще до парламента. А в парламенте вот пришлось, когда я возглавила комитет по семье, пришлось изучать историю семейного законодательства. И я удивилась, как раньше я не обращала внимания, опять по вопросу, все через идеи воспринимается, что оказывается, в числе первых декретов большевиков после Великой Октябрьской революции был декрет о семье, где разрешена была, было снято, значит, ликвидировано религиозное освящение брака, государственная регистрация, разрешен развод. Вот была свобода, кстати, объявленная абортов сначала. И фактически первые удары это по семье, а это основа любого государства. Опять же, вот смотрите, когда навязывают Молдавии, России активно, вот эту ювенальную юстицию, нетрадиционные сексуальные отношения. Почему? Любая нация, любое государство, любое народное сообщество, оно сильно и заинтересовано в стабильности в мире, а не в войне, когда крепкие семьи. Потому что что нужно семье? Мы сами все в семье сделаем, мы любим друг друга, воспитываем детей. Вы нам не мешайте. Школы, конечно, построите, не каждая семья школы построит, не каждая больница. Это государство делает, но мы налоги платим, мы государство избираем вашу власть. Создайте нам инфраструктуру, сделайте дороги, фабрики, которая обеспечена с рабочими местами, которые будут там одежду и так далее. Вот инфраструктурно. Все остальное мы сделаем сами. Поэтому любая семья, чем больше в ней детей, тем больше, она заинтересована не в том, чтобы дети побегали, а в том, чтобы они были счастливыми. Она заинтересована в мире, в стабильности, что можно было просчитать до самого маленького ребенка, как семья сможет обеспечить ему здравоохранение, образование, создание в последующем судьбы, то есть чтобы она могла его собственной семье, чтобы могла семья просчитать. В этом заинтересована любая семья. Когда мы естественную семью подрываем, навязывая нетрадиционные сексуальные отношения, ювенальную юстицию, что любая семья, родители не могут воспитать, домашнее насилие. Это большущий миф, который нас сейчас этой повесткой все время навязывают. Не в кровной семье домашнее насилие, прежде всего. Это отдельный разговор. Так вот, это все с тем, чтобы обрушить, ослабить, чтобы психологически семья думала, что она ущербна, поэтому и эти связи ничего не дают. А это, по большому счету, ослабить народ, ослабить государство, которое создало этот народ. Потому что его очень легко взять, не надо никаких воин и пушек. Они сами себя разрушают. То есть, семья и национальная безопасность, знак равенства. Да, да, именно так. Поэтому, вы знаете, даже известен афоризм, одного из святителей Филарет говорил, что вообще любое государство это семейство семейств. Понимаете? Это большая семья из крепких, стабильных семей. Вот если Молдавия, на самом деле, я говорю, Молдавии, ну, столько возможностей, геополитически. Государство по территории такое достаточно рационально организованное, заселенное, хорошее образование, грамотный народ, не нищие, это не ряд территорий, которые в земном шаре есть очень тяжелые. Здесь все благополучно, климат великолепный, местоположение какое замечательное. Вот если Молдавия хочет быстро восстановиться, иметь и собственный язык, свою идентичность, независимо, ей нужно обязательно вкладывать в семью, поддерживать вот эти естественные семьи, здесь, рождение детей, потому что вы все сами достигнете. Вот это материальное, оно все, это все наживное. Вот связи, разрушенные внутри семьи, родители, дети, поколения, рождение, вот это, очень нравственные ценности, любовь, уважение, бережные отношения друг к другу, вот это все надо сохранить. Это сложнее. А такие, извините, антисемейные ценности, как навязывание того, что аборт, это всего лишь право матери, матери или будущей матери беременной женщины. Суррогатное материнство, это вообще манны небесные, молодые, вы можете не рожать, заказали ребенка, вопрос, где деньги, Зин, заказали, вам кто-то родит, а кто будет в качестве суррогатных, что за рабыни и так далее. Это все ложные стереотипы, сознательно вбрасываются, риски убираются, потому что государство тогда будет слабое, оно будет, его будут потом эксплуатировать, использовать. Смотрите, у нас сколько радиоотходов, и рабская сила нужна, и эксперименты разные надо проводить. Кто-то хочет жить 800 лет, и у них есть для этого деньги, чтобы проводились соответствующие эксперименты. Почему их не проводить? Когда вы сплоченные государства, и традиционные ценности, к вам просто так не зайдешь, и вашу семью для опытов не используешь, и радиоотходы у вас на территории не закопаешь, потому что от них тут все могут умереть. А когда вы вот такие ослабленные, смотрите, все здорово, свободные, то фактически можно сделать все, потому что как раз в этом не свобода, и зависимость. Елена Борисовна, спасибо большое за разговор, за этот диалог. Это прекрасная возможность почувствовать вот и градус отношения к этой теме, почувствовать и определенную солидарность, которая звучит в этой студии, и в то же время в нашем коллективе, и в то же время понять, что мы, те, кто несем крест семейных отношений, и счастье семейных отношений, мы не одиноки в этом мире, и готовы друг друга поддержать. И мы очень любим Молдаван, очень хорошо относимся, у меня тоже очень много и друзей Молдаван, и я ими восхищаюсь, какие профи замечательные, какие трудолюбивые и красивые люди. Я неоднократно сталкивалась с этим. Я уже не говорю, я вам рассказывала и о своей профессиональной юридической истории, где профессора, вот профессор Мартынчик из Кишиневского государственного университета в свое время, когда я фактически боролась за свое право ученого в конце 80-х, начале 90-х годов на свою теорию, на свою точку зрения, в данном случае по отношению к правосудию, справедливому правосудию, а не репрессивному. Вот он в этом противостоянии идейном, он занял, поддержал меня, занял позицию, очень сильную, важную и ученого, настоящего ученого. Так что я, конечно, никогда этого не забуду. Так что Кишинев в каком-то смысле и город, где жил человек, который и, надеюсь, живет, к сожалению, контакты сейчас утеряны, что, во всяком случае, его потомство, его семья, это точно. Но, надеюсь, что и он, и он тоже. И это город, которому я, и человек, которому я обязана тем, что я состоялась как ученый, научилась отстаивать свою точку зрения в науке, мне потом в политике это пригодилось многократно. И я еще раз хочу сказать, не бойтесь ни шельмования, ни разных шипящих угроз в ваш адрес, потому что мы с вами отстаиваем право человечества на существование, на счастье, на долгую-долгую жизнь. Это очень простой способ. Естественная традиционная семья. Имеем на это право. Спасибо большое. Ну, я думаю, что Кишинев вам отвечает тем же гостеприимством, и мы всегда рады будем вас видеть в нашей столице, в нашей стране, ну и в нашей студии. Будем двери всегда открыты. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был сенатор Совета Федерации Российской Федерации Елена Борисовна Мизулина. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин